Всем привет! Давно не снимали мы видео, на то были причины. Просто мы сильно заболели. Зараз мы стали в строй, так что начнем снимать. Сегодня видео будет, которое я посвящаю одни из моих подписчиков Натальи Ермаковой. Это подписчик, который месяц назад, может даже больше, написал мне в комментариях Своей любимый домашний рецепт. По этому рецепту она очень давно подчиняла для своей семьи пирог. Ну и попросила, чтобы я засняла и показала все это вам. Я пообещать пообещала. Просьба, конечно, исполняется, но поздно. Так, рецепт. Рецепт очень простой. Подписчик сама мне написала, что она делает двойную дозу для своей семьи, Потому что этот пирог разлетается у них на ура. Ну я сделаю сейчас рецепт на одну порцию. Расскажу, какой вкусный или нет. Так, поехали. Что мне для этого понадобится? Мука. Муку я просеяла. Тут три стакана муки. Все это будет делать в одной миске, по-быстрому, без всяких заморочек. На три стакана муки. Сто грамм сливочного масла. Масло комнатная температура. Три яйца. Двести пятьдесят грамм творога. Все это в мыску. Без всяких там сбываний, без ничего. Так. Ванильный сахар пасечка. Чайная ложка соды. Но соду мне надо погасить. Гасить я буду ее уксусом. Высыпать чайную ложку в столовую ложку. Чтобы проще было. И уксуса буду наливать прям ложку, пока сода не погаситься. По чуть-чуть не спеша лейте. Можете погасить лимонной кислотою. Или, например, кипятком. Я всегда привыкла, если гасить соду, то стараюсь гасить и уксуса. Уксус девяти процентный. Все. Без всяких заморочек. И теперь все это я хорошо буду размешивать. И замешивать ему тесто. Тесто я уже замесила. Тесто місится буквально одна минута. Получается оно мягкое-мягкое. Мягкое-мягкое тесто. Теперь нужно будет сильно быстро работать. Мне его надо поделить на две части. Но одна часть, чтобы было трошки больше, чем другая. Друга. Так. Вот так. Стол я подсыплю сейчас обильно мукой. И теперь надо мне не буду раскатать три кусочек теста в пласт. По размеру своей формочки. Своей формы. И трошечкой даже еще больше слать. Потому что мне надо будет сделать борта. Так. Раскатала. Тесто. Но толщина до этого получается миллиметров пять. Наверное. Вот так. Мягкое-мягкое тесто. Так. Аккуратно. Пролажу ее сюда. И сформируют тут бортики. Начинка. Начинка. Начинка до этого пирога и до любая, как мне написали. Можно брать любые фрукты. Любые ягоды, какие есть у вас в наличии. Даже их брать и зачитать. У меня сегодня малина. Малина заморожена у меня. При разморозке ягоди. Вони виделяют очень много соков. А так как это тесто. Воно не дрожжевое. А более похоже на песочное. То воно не вбере в себя всю жидкость. Весь сок из ягод. И я свою малину потрусю трошечки кукурузным крахмалом. Если у вас будете выбрать ягоду свежую. То можно даже и не трусить ничего. Но я буду трусить. Потому что я скажу еще раз. При разморозке малина выделит очень много сока. Все. Бортики сделала. Желательно конечно брать крахмал, что он был кукурузный, а не картофельный. Ну если нема кукурузного можно брать и картофельный без разницы конечно. Это две таких десертные ложки я положу. Так. Все по-быстрому. Тепер ягоды я на тесто. Тепер я малину посыплю сахаром зверху. Ну сахара дивиться по своему вкусу. Все зависит тоже будет и от самих ягод. Кислый или сладкий. Ну где-то две ложки столовой. Я сюда насыплю сахаром. Прямо сверху все. Теперь беру другий кусочок теста. И раскатываю тоже в пласт. Стол обильно посыпать мкою. Потому что тесто очень-очень мягкое. Так оно видно до рук. Теперь я накрываю другим пластом свой пирог. Теперь пирог мне надо помазать сверху яйцом сбытым. Наверху на пироги мне надо теперь сделать надрезик. Дырочки. Прям ножом отоберу. При выпекании, чтобы выходил сок. Пар. С ягод. Лишня. Несколько штучек вот так. Все. И ставлю их в духовку. Температура духовки 180 градусов. Вверх вниз. Время. Ну время. Время где-то минут 30 будет пектися. Надо было дивиться. Пирог должен стать такого золотистого цвета. Пирог пектися. Пирог пектися 35 минут. Зараз я его разрежу. Зверху украсили. Трошечки сахарной пудрой присыпали. Режется мягко. 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 Тесто. Красота. Пирог. Пирог полностью пропеченный. Вин не сырый. Это благодаря тому, что у меня ягоды были мороженые. Дуже много соков выделилось. Видите, какая красота. Запах творожный. И маленькая присутствует. Прелесть просто. Просто прелесть. Була б, конечно, свежая ягода, то сока столько б не выделилось. Зараз я попробую кусочек. Ну и скажу, что на вкус и пирог. Я знаю, что прелесть уже. Прелесть. Запах. Бомба. Просто бомба. Спасибо, мои подписчицы, за целый рецепт. Дуже вкусный пирог. Получается мягкий, нежный. Творожно-песочное тесто такое. Вообще прелесть. Начинку можно вложить любую. Что у вас есть? Какие у вас есть ягоды? Может, у вас есть черника, голубика. Ну все, что есть. Груши, яблоки, персики, сливы. Без разницы. Без разницы. Замечательный. Конечно. Пирог получился замечательный. Спасибо еще раз огромное за этот рецепт. Теперь я беру его соби в копилочку. Ну и буду пить тоже для своей семьи. Ну и всем пока. А нам приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.